Продолжение следует... Дело в том, что признаков, их в действительности очень много. Кстати говоря, это не только аутизм, это может быть и детский церебральный паралич, какие-то его определенные формы. Признаков их очень много. И что важно, на многие из них родители не обращают особого внимания. Я считаю, что с возрастом это как-то перерастет, что это как бы неважно. И такие признаки, они все связаны, как правило, с отклонениями в развитии. Дело в том, что развитие человека происходит по какому-то определенному плану. В два года ребенок, например, должен, в несколько месяцев он должен иметь определенные вещи. И так касается любого возраста. И эти критерии, они известны всем врачам-педиатрам, ну и опытным родителям тоже. Что к такому-то возрасту, например, ребенок должен заговорить, во столько-то он начинает ходить, что у ребенка должны быть определенные неврологические рефлексы. Но это больше врач может определять как-то. И основные критерии, это на что нужно обратить внимание? На то, что ребенок, например, не обращает внимания на окружающих. На родителей. Он не откликается, он не смотрит в глаза, как бы нельзя поймать его взгляд. Дети многие ведут себя очень нервно, гиперактивно. У многих есть нарушения других функций организма. Прямо говоря, это очень долго можно об этом говорить, какие есть признаки. У ЕСЭФ много есть видео лекций именно на эту тему. Можно посмотреть у нас на канале. Есть огромное количество лекций на эту тему и других наших специалистов. Например, доктора Римма Гольдберг, это врач-педиатр высшей категории. Доктора Аркадия Тверскова, он тоже врач высшей категории, и многих других наших специалистов. Об этом можно говорить очень долго. Собственно, нужно знать конкретику. Собственно, у них нет созидательной деятельности, они ничего не создают. Собственно, у них нет созидательной деятельности, они очень много. Собственно, у них нет цель. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...